Вы говорили о том, чтобы стать фигуркой из соли, которая погружается в океан. Но каково это состояние, когда вы фигурка из соли, но вы еще не соединились с океаном? Не могли бы вы описать это состояние? Может кто-нибудь сбегать на кухню и принести ложку соли и положить ему в рот? Тогда он поймет, как ощущается это состояние. Соли хороша только в небольших количествах, если она смешана с чем-то. Если вы найдете вот такой кусок соли в еде, если она растворена, только тогда это хорошо. Если она растворена, если не в океане, то хотя бы в супе. Соли хороша только если она растворяется в чем-то. Если она лежит цельным куском, это плохо. Вот так вы и будете себя чувствовать. Большинству людей на этой планете незнакомо ощущение абсолютной легкости. Не мгновение, что уж говорить о блаженстве, об экстазе, о чем-либо еще. Они не знают, что такое легкость и расслабленность. Это самая основополагающая вещь, многим другим созданиям она знакома. Если собака как следует поела, она полностью расслаблена. Люди не знают, что такое расслабленность. Большинство людей не знают, что это такое. Поэтому они настолько ослаблены заболеваниями. Да. Обладать возможностью просто сидеть здесь? Просто сидеть? Нет. Это не остановить. Такой и будет ваша жизнь, потому что в вас слишком много соли. Это слово используется по-разному. Когда мы говорим «соль», одно из значений этого слова — суть. Когда вы говорите «соль земли», это означает ее суть. Когда мы говорим, что вы стали фигуркой соли, речь идет о сути. Суть вашей личности. Сейчас суть вашей личности — это просто ваши идеи, эмоции, мнения и набор предрассудков. это является сутью вашей личности. И это может сильно раздуваться кармическим влиянием. Память. Вот то, что делает вас тем, кто вы есть. Это ваша соль. Суть вашей личности — это воспоминание вчерашнего дня или предыдущего мгновения. Если мы уберем память из всех уровней вашего существа, не только из вашего ума, но также и из тела, если мы очистим от памяти все, не останется того, что можно назвать личностью. Если нет личности, будет существовать просто жизнь. Если есть только жизнь, если вы сидите здесь просто как частичка жизни, вы будете пульсировать как жизнь. Если вы пульсируете как жизнь, вы тут же начнете ощущать, что жизнь происходит в согласии со всем мирозданием. Она никогда не происходит отдельно, потому что она не может существовать отдельно, и никогда она не существовала отдельно. Всегда в единстве со всем. Только ваша личность жила отдельно. Это и есть соль. ваши идеи, мнения, философии, идеологии. Когда вы усложняете свои идеи, они становятся идеологиями. Ваши эмоции — это просто другое выражение того же аспекта. Ваши предрассудки — еще одно выражение того же аспекта. По сути, вы инвестируете в вашу память. То есть, по сути, в то, что мертво. Вы словно похоронное бюро. Ваш бизнес связан с мертвыми. Ваша жизнь постоянно связана с тем, что уже закончилось. Из-за того, что вы работаете в бюро похоронных услуг, вы живете в своеобразном напряжении. Однажды. Шанкаран Пилай приехал в Нью-Йорк и взял такси, чтобы добраться к месту назначения. Будучи индийцем, который только что приземлился в Америке, он хотел болтать со всеми вокруг. В конце концов, мы из Индии. Он начал говорить, говорить, говорить. И водитель такси тоже, в конце концов, раскрылся. Когда они подъезжали к месту назначения, Шанкаран Пилай захотел попросить его остановиться. Он просунул руку в маленькое окошко и похлопал водителя по плечу. «Я хочу выйти здесь». Таксист подпрыгнул, как ошпаренный. Потерял управление. Автомобиль врезался в дерево и остановился вот так. Шанкаран Пилай, зажимая кровоточащий нос, спросил, «Что такого я сделал? Почему вы так подпрыгнули? Я просто хотел выйти из такси?» Водитель ответил, «Вы не понимаете, последние 30 лет я водил катафалк». Я водил катафалк. Еще никогда никто из моих клиентов не хлопал меня по плечу. Он работал в бюро похоронных услуг, поэтому его клиенты всегда были мертвы. И когда сегодня его клиент постучал ему по плечу, тот потерял контроль. Большинство людей так и живут. Они пугаются всего. Потому что живут с мертвыми. Если вы живете вчерашним днем, вы живете с мертвыми. Посмотрите на это внимательно. Все, чем вы являетесь, ваша личность вылеплена из того, что мертво. Ваше зрение окрашено тем, что мертво. Вы смотрите на всех, основываясь на том, что случилось вчера. Так что вы живете с мертвыми. И если происходит что-то живое, вы начинаете подпрыгивать от испуга. Когда мы инициируем людей, что-то немного оживает в них. Люди начинают пугаться. Что происходит? Вы оживаете. Вы были мертвы уже долгое время. Это воскрешение мертвых. Мертвых. Субтитры создавал DimaTorzok